За окном лета хоккейные баталии все никак не прекращаются, да еще и в Валенках. В физкультурно-оздоровительном комплексе Умка прошел мемориал Сергея Зимченко, вратаря магнитогорского металлурга, трагически погибшего 15 лет назад. Но память жива среди коллег-любителей хоккея точно, в чем убедилась и Марина Сергеева. Трус не играет в хоккей в Валенках, несмотря на то, что на льду сегодня любительская лига, и многие из игроков впервые примерили на себя вот такую амуницию. Повод для сборов в Океумке особенный. Турнир памяти легендарного вратаря магнитогорского металлурга Сергея Зимченко. Главное, чтобы память жива от человека. Молодцы ребята, кто это все сделал вообще. Ну, то, что память Сереге должна быть. За команду «Стальные топоры» на этом турнире заявилось сразу несколько некогда коллег по льду Сергея Зимченко. Юрий Дубенец вместе с Сергеем переехал в магнитку из Березняков, где они и начинали хоккейную карьеру. А организатор турнира Константин Мазуркевич значился вторым вратарем в фарм-клубе металлурга. Провести мемориал и вспомнить трагически погибшего друга, которому в этом году исполнилось бы 40 лет, было давним желанием. Хоккейных турниров очень много. Поэтому, чтобы было запоминающе, сделали его на валенках, чтобы он выделялся. И лето, как бы, отпускавшие хоккеисты отдыхают. Это как полухоккей. Мастерство здесь не влияет вообще, судя по результатам. А результаты мемориала следующие. Среди шести команд бронзу выгрозили белые акулы, серебро у объединенной сервисной компании, а вот золото и кубок получили хоккеисты из механо-ремонтного комплекса. По уровню у нас игроки и соперники были одинаковые, но мы уже, у нас стабильный состав, поэтому мы за счет пасса, за счет открывания переиграли, забили на один больше в финале. Люди, занимайтесь спортом, прежде всего хоккеем, естественно, у нас самый главный вид спорта. Будьте здоровы! Марина Сергеева, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН.